Как раз поплачу. По крайней мере не должно быть. Сейчас проверим вас. Пожалуйста. Более полутора миллионов рублей. Именно такая задолженность по кредиту, как оказалось, числится за Николаем Ивановым. Несмотря на то, что, по словам мужчины, у него происходит регулярный вычет из дохода, ему теперь вручается извещение о вызове на прием к судебному приставу. Ведь сумма долга очень крупная. Приставать автомобиль сейчас мы не можем, потому что автомобиль ему не принадлежит. Должник вызван на прием к судебному приставу, где будут с него взяты объяснения, вручены требования, а также предупреждение по уголовной статье 177 о взыскании задолженности кредитной. Будут наложены штрафные санкции. А в случае неявки к должнику будут предъявлены определенные меры. В частности, предусмотрен принудительный привод. Всего в ходе рейда были остановлены более 50 автомобилистов. У многих речь идет лишь о небольших задолженностях – от 200 до 6 тысяч рублей. Кто-то забыл или просто не успел вовремя оплатить, а некоторые даже и не знали об имеющихся штрафах. Впрочем, у большинства есть желание как можно быстрее исчезнуть из числа должников. Скажите, как вы оплатите штраф вовремя? Обязательно завтра. Завтра, если рабочий работать будет, то оплачу. Если нет, то в понедельник. Помимо судебных приставов, в рейде принимали участие сотрудники налоговой службы, которые напомнили и о необходимости своевременной оплаты налогов. Мы надеемся, что кто видит жителей нашего Ленинского района, отнесутся более ответственно к своему долгу, который они должны произвести и сделать, заплатив налоги. И сделать это действительно просто. Такие электронные возможности, как личный кабинет налогоплательщика, а также специальный портал службы судебных приставов, позволяют каждому получить достоверную информацию о необходимых платежах и, конечно, произвести их. Екатерина Коваленко, Николай Карбанов, Елена Кошлева. Видное ТВ.